Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Софья. Сегодня я вам покажу, как слепить из глины вот такой колокольчик. Ну, вот этот колокольчик, он звонит не очень удачно. Я сейчас продемонстрирую звук. Вот это вот самый красивый мелодичный звук. Тут уже как повезет. Начинаем мы работу с чего? Мы делаем для колокольчика тулово. Чтобы сделать тулово, используем... Ну, я беру то, что можно найти в магазине. Это такая форма для лимончика. Как раз она идеально подходит для формы колокольчика. Внутрь я просто залепила вот эту пимпочку, чтобы у меня глина туда эту форму не повторяла. Внутрь я укладываю пищевую пленку. Для того, чтобы глина не прилипла, я смогла вытащить свое изделие. Досье на мастера. Софья Калечкина. Ручной лепкой из глины занимается с детства. К помощи гончарного круга не прибегает принципиально. Из всех техник ручной лепки предпочитает лепку из пласта. Проводит занятия для детей с ограниченными возможностями. Они развивают моторику, образное и ассоциативное мышление. Берем пласт глины. У меня есть специальные такие вот линейки. Они называются направляющие. Для того, чтобы раскатывать пласт глины определенной толщины. Я их кладу на некотором расстоянии от куска, потому как он будет расширяться при раскатывании. Беру скалочку. Можно использовать обычную деревянную из магазина. Но главное, чтобы она была ровная. Чтобы диаметр был именно... То есть форма круглая у нее. И приходится работать, прикладывая усилия. Секрет мастерства. При работе с глиной необходимы сильные руки, так как постоянно приходится что-то прижимать или выдавливать. Если усилий будет недостаточно, изделие получится неровным. Ну вот у нас получился такой пласт. Я его снимаю. Здесь у нас, конечно, все отпечатывается. Почему сначала снимаю? Потому что, когда я буду вырезывать нужную мне форму, а потом может она поломаться, форма, грубо говоря. У меня вот такой шаблончик есть, для того, чтобы можно было обвести. И потом таким вот образом мы будем вставлять ее в лимончик. Накладываю. И любой стек... В данном случае я использую обычную стеку из пластилина, которая в любом наборе к пластилину идет. Вот такая юбочка у нас получается для колокольчика. Гладкой стороной я вовне укладываю. Вот эти части мне нужно склеить. Для склеивания я использую жидкую глину. Она называется шлекер. То есть с водой развожу небольшое количество глины. На краях мы делаем насечки для лучшего сцепления. И смазываем жидкой глиной. И смазываем жидкой глиной. Вот мы эту юбочку вставляем аккуратно, чтобы пленка у нас туда вся не ушла. Я для этого ее беру кусочек побольше. Пусть она лучше торчит. Вот насколько она у меня вошла. Здесь я по стенкам обминаю. Ну и сразу концы я закручиваю над лимончиком, над формой. Для того, чтобы они зацепились. Чтобы она у меня не болталась. И теперь мне надо приклеить донышко. Здесь я уже вырезаю на глазок некую такую или же кругу форму. Слегка выгибаю, чтобы получалось, как шляпка, зонтик. Можно по-разному назвать. Внутри так же жидкой глины. Здесь я уже просто смазываю края. И вкладываю туда эту шляпку аккуратненько, чтобы не порвалось. Чтобы у меня там дырочки не образовалось. Я с боков подправляю к местам стыка. И так аккуратно пальцем прохожу по форме. Вот это называется отминка. Здесь у меня получилась маленькая дырочка. Эту дырочку я положу за платочку. Кусочек глины закрою. И стараюсь, чтобы у меня толщина была относительно равномерной. Совет мастера. Отминку будущего изделия желательно проводить тщательно, предпочтительно руками. Чтобы тактильно чувствовать все неровности. Что невозможно при использовании подручных средств. Край. Вот так вот как обрезаю. Надавливаю сильнее. Чтобы по форме у нас получился. Вот теперь. Опля. Фокус-фокус. Это как дети куличики делают в песочнице. Так и у нас. Получаются небольшие недочеты часто. Мы их уже здесь при помощи инструментов аккуратненько вот эти швы разравниваем. Я прохожусь по всему колокольчику. Вот это все заравниваю. Аккуратно. У меня вода для чего? Я мочу пальцы. Лишнее убираю. И влажными пальцами таким образом разглаживаю весь колокольчик. Досье на мастерство. Также из жгута считается, что первую свою посуду из глины древний человек вылепил именно из жгутов. Туловая колокольчика у нас сушилась. Ну, где-то минут 20-30 я оставляю для того, чтобы оно стало более жестким. То есть сейчас я его могу даже так покатать в руках. Не сминается. Я могу дальше с ним работать. Теперь что нам? Мы делаем детально. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин